МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Русскому казачеству согласно одним только письменным памятникам более 700 лет. Да и нет в истории русского государства такого периода, а в географии, наверное, и такого города, где бы не побывал казак. Особая связь у казаков с Волгой. Сегодня казачество – это больше, чем история и культура. 2020 год отмечен 30-летним юбилеем возрождения казачества в России. Это была первая казачья организация общественная в постсоветское время на территории тогда еще Куйбышева, Куйбышской области, всего по Волжье. Я был среди участников 14 человек, и тогда атаманом избрали Гусев Борис Николаевич, который потом помог создать Союз казаков по Волжье и Урала как межгосударственная организация с участием Уральской области Казахстана. Потом было создано Волжское казачье войско как областная организация с 1996 года Волжское войсковое казачье общество как реестровая организация волжских казаков. Наша организация называется Волжское войсковое казачье общество. Она объединяет казаков с 12 регионов Приволжского федерального округа. Порядка 25 тысяч человек. Можно стать членом казачьего общества, но для того, чтобы проникнуться духом казачества, соблюдать его традиции, это нужно время и нужна собственная подготовка. Сегодня Волжское войсковое казачье общество и все другие казачьи объединения нашего региона вносят немалый вклад в укрепление дружбы между народами, в патриотическое воспитание молодежи, а также в дело сохранения и популяризации уникальной казачьей культуры и традиций. Казачество трудно переоценить, потому что если мы говорим о наших казаках, о наших самарских казаках, то это не одна станица. Это целая группа, это, можно сказать, воинское подразделение, людей, активистов. Это сохранение культуры, культуры России. Ведь без казачества представить историю нашей страны просто невозможно. Казачество сегодня – это и реестровые войска. Они несут государственную службу, и общественные организации, и многочисленные молодежные казачьи организации, кадетские казачьи корпуса. Современное казачество ведет активное участие в общественной жизни нашего города. Казаки осуществляют огромное количество функций. Это и добровольные народные дружины, это и пожарные дружины. И если мы говорим о взаимодействии непосредственно департамента общественных и внешних связей, аппарат администрации городского округа, то это проведение мероприятий со школьниками, патриотического характера. Это выставки, это образовательные проекты. Идеи казачества пошли вшире и вглубь, как говорится. На территории Самарской области и в Тольятти, и в Чапаевске, и в Жигулевске, в других местах были созданы различные казачьи организации, реестровые, нереестровые. На территории Поволжья такой же прошел процесс. И сейчас мы видим, что люди, вне зависимости, может быть, от своей национальности, отношения к вере, от социального статуса современного, помогают и поддерживают развитие казачества. В современных условиях достаточно остро стоит проблема патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Способствовать формированию подрастающего поколения чувства патриотизма, прививать ребенку любовь и уважение к своей семье, родине, обществу, в котором он живет, необходимость детства. Поэтому в процессе патриотического и духовно-нравственного воспитания детей следует больше внимания уделять мероприятиям и экскурсиям, знакомящим с историей и культурой родного края. Военное патриотическое воспитание подрастающих казачьих от молодого поколения, начиная, скажем так, от детского сада, кадетского корпуса, в дальнейшем военно-учебного какого-то заведения, либо первого нашего казачьего университета, который сейчас тоже на территории России у нас имеет несколько филиалов, непосредственно нашего Дмитровградского филиала. То бишь все наши казаки практически проходят в нем обучение. Вот сын мой тоже обучается в настоящий момент, является студентом данного университета. Для себя выбрал переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, которая близка к теме казачества. Наша организация занимается тем, что проводит классные часы в школах нашего города, Самары. Мы проводим часто концерты по линии ТОСов на военно-патриотическую тематику с привлечением непрофессиональных артистов и различных коллективов. И одно из самых главных наших достижений уже шестой год подряд. В этом году, 5 декабря 2020 года, в Дворце культуры железнодорожников имени Александра Сергеевича Пушкина будет проходить казачий праздник. Слава Богу, что мы казаки, посвященный в этом году 30-летию начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье. Казаки станичных казачьих обществ, представители поисковых отрядов военно-патриотических объединений Самары собрались в живописном месте у подножия Соколих гор в военно-патриотическом клубе «Русская слобода», чтобы рассказать о самарском казачестве и показать удалимолодецкую. Казак всегда ассоциируется с шашкой. Это еще и хороший вид спорта, доступный всем возрастам. Александр Барков увлекся рубкой шашкой 5 лет назад. Пришел в Федерацию Казарла и теперь все свободное время посвящает этому нелегкому, кстати, занятию. Тренирует фактически волю, является, не боюсь этого слова сказать, таким воспитательным процессом для молодежи, который мы привлекаем в свои ряды, приобщаем их к культуре казаков. Свежий воздух и достопримечательности настоящей кинографической усадьбы. «Русская слобода» – это целый комплекс строений по образцам средневековой Руси. Крепость с чистоколом и башнями, русская изба с печью, действующая кузница, дружинный терем, конюшни, тер для стрельбы из лука, площадка для метания ножей, крепостной вал и ипподром. Здесь проходят экскурсии для школьников города. По словам организаторов, необходимость проведения таких мероприятий патриотической направленности связана с тем, что образ казака, как защитника государства от внутренних и внешних врагов, может позволить поднять патриотическую работу в учебных заведениях города с казачьим колоритом на качественно новый уровень. «Служу отечеству, казачеству и вере православной». «То, что основывали 30 лет, дало очень глубокие корни. И сейчас, когда мы основываемся на патриотическом движении, на уважении своей истории и традиции, это, я думаю, дает хорошие сходы. Мы продолжаем наши традиции, укрепляем нашу державу. И в этом сила казачества, сила нашей мега национальной державы». Организаторы мероприятия «Волжское казачье войско» пригласили на встречу представителей военно-исторического патриотического клуба. Патриотическое воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений работы казачества. «Мы сотрудничали друг с другом очень тесным образом. И, можно сказать, большая часть реконструкторов и казаков, они всегда находятся вместе в одном строю. И, естественно, это и какие-то войны исторические, реконструкции, сражения, парады, парады памяти, парады победы. То есть мы всегда где-то рядом. И, естественно, молодежь в первую очередь нам необходима, чтобы она чтила эти традиции, чтобы она изучала и помнила, что действительно о подвигах наших предков». Есть много способов сохранить историческую память в ее арсенале. Возможность оценить реальный масштаб событий. Например, как бы к обык с тобой сражаются викинги. Стрельба из лука, метание ножей. «Я изначально считаю, что человек, который не знает своего прошлого, у него нет будущего, и поэтому мы показываем, как жили, как развивались и обучаем эти молодежи. Ему, естественно, это нравится, потому что это что-то, чего нету нигде практически». Егор – двукратный чемпион мира по метанию ножей. Рекордсмен по скоростной стрельбе из лука. Его рекорд – 20 выстрелов в минуту. «Я занимаюсь метанием ножей с двух лет. И сначала я был самый перспективный юный метатель. То есть я восьмикратный победитель первенства мира. И сейчас двукратный чемпион мира по двум версиям метания ножей. Потом я еще занялся стрельбой. Ну, пока я только в Самаре выигрывал. Именно сейчас я занимаюсь еще историческим фехтованием и арт-фехтованием, где мы ездим уже с показательными выступлениями по всей России». У таких мастеров есть чему поучиться. Егор со своими единомышленниками покоряет новые вершины мастерства. И признается, это приносит ему неплохой заработок. Православная вера, патриотизм и готовность встать на защиту отечества. Все это в казачестве передавалось из поколения в поколение. Казачий дух остался непоколебимым. Многие жители по Волжье осоздают себя потомками казачьих родов и легендарных казачьих атаманов. «Испокон веков, скажем так, это часть родовых казаков, которые у нас здесь были, начиная с времен Емельяна Пугачева. Это в основном уральские. Вот я сам, как сказать, из состава уральских казаков, родовой казак уральский. То бишь вся моя семья, они родом с Урала у нас оттуда, как говорится. И та вторая часть, которая у нас в основном оренбуржские и данские, которые мигрировали, переселялись». Настоящий казак должен быть решительным, смелым, готовым в любую минуту встать на защиту Отечества. Именно так в лучших традициях казачья культура воспитывается и обучается современная молодежь. И представительница прекрасной половины человечества не исключение. «Мне безумно нравится наше образование, очень нравятся наши дополнительные разные занятия, такие как кибердружины, допустим. Мы учимся искать неправильный, некорректный контент в интернете и блокируем его». «Очень захотелось вникнуть, проникнуться этой историей, захотелось как-то в это погрузиться. И данные мероприятия, данные выезды в разные города как раз дают нам эту возможность, нам дают эту возможность наш университет». «Казачьи традиции пробуждают дух патриотизма в каждом человеке. Это и нравится нам, когда вот прям держит душу». Руководство станицы Северного Волжского казачьего войска уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения будущей смены юных казачат. «В Приволжском федеральном округе следует отметить, что сформирована некая экосистема непрерывного казачьего образования. Она включает в себя несколько ступеней, начиная с детского сада, школы, колледжа, кадетские корпуса и наш университет, Первый казачий университет, Московский государственный университет технологии управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского». «Донести до детей главный принцип уважения к старшему, к труду, единства семьи, любви к своему отечеству и готовность защищать свою родину. Ведь совсем не главное одеть казаченка в форму, важно заложить ему в сердце, в душу правильные вещи, а для этого и нужны наставники». «Казаки-наставники имеют возможность пройти курс повышения квалификации по программе «Казачья ценнослужба России» и получить квалификацию «Казак-наставник». То есть наш университет оказывает полную методическую помощь и поддержку в деле формирования казачьего компонента в образовательных организациях как Самарской области, так и других регионов Приволжско-федерального округа». Главной идеей казачьего движения является служение на благо Родины. Именно поэтому совместная деятельность охватывает сразу несколько направлений. Защита прав и свобод человека, охрана имущества, воспитание молодежи. «Казаки» оказывают помощь там, где она особенно нужна. «Сегодня в условиях пандемии, к сожалению, активизировались у нас мошенники. И их, в кавычках, деятельность распространяется не только на всех, на все слои населения, на незащищенные слои населения, пенсионеры в первую очередь, но в том числе и казаки тоже стали жертвами мошенников. Казачьи фермерские хозяйства, казачьи станичные общества. У создан казачий центр финансовой грамотности. Мы проводим разнообразные просветительские мероприятия в этом направлении, проводятся казачьи интенсивы, казачьи вебинары. Пытаемся очень коротко, за 15 минут, рассказать о самых важных новостях в области мошенничества, финансового мошенничества, которые, к сожалению, происходят очень часто, практически каждую неделю это встречается. На вебинарах пытаемся более детально рассказать о том, как защититься от мошенников. Мы разработали программу «Тренажер финансового мышления», проводили для студентов нашего вуза, для студентов колледжей и учеников старших классов школ. Тренажер очень понравился и в режиме карантина мы уже проводили его в онлайн формате. А в настоящее время разрабатываем несколько проектов для детей разного возраста по повышению финансовой грамотности, точнее, по внедрению, по ознакомлению финансовой грамотности. Это и дошкольники, и школьники младших классов, среднего звена, а также для старшеклассников. А эти проекты будут реализованы в формате онлайн и также в виде игр и уже непосредственно живых встреч. Существует много споров, кто же такие казаки. Сословие, народность – неизменно одно. Казачество – это особый дух, благородство, мужественность, готовность защищать слабого, неравнодушие и справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова